И сейчас поговорим о дымовой завесе скандалов, которая заменяет реальную работу. Мало того, что нацагентство по противодействию коррупции работает крайне медленно и неэффективно, так там до сих пор не могут утвердить результаты проверок электронных деклараций членов правительства. Документов, видите ли, о проверке недостаточно. Борьбу с коррупцией в НПК сводят до внутренних междусобиц. Это даже еврочиновников начало беспокоить. Тем временем прокуратура взялась за разработчика программного обеспечения для НПК. Больше о скандалах на антикоррупционном поле смотрите в нашей короткой справке. Из миллиона деклараций проверено сотня. Вместо автоматизированной программы полный хендмейт. А вместо слаженной работы постоянные склоки и междоусобицы руководства. Национальное агентство по предупреждению коррупции. Этот орган срочно должен начать выполнять свои функции. Иначе сама идея декларирования сводится на нет. О НПК говорил в Киеве и еврокомиссар Йоханнес Хан. Ведь нациоагентство по противодействию коррупции буквально погрязло в скандалах. И один из них коррупционный. Я слышал об этом, но не хочу высказываться относительно тех расследований, которые проводятся. Речь идет о деле Миранды. Украинские правоохранители заподозрили. Айти-компания, которая разрабатывала программное обеспечение для НПК, уклонилась от налогов. За работу Миранда получила почти 97 тысяч долларов. Но часть суммы вывели через эстонскую компанию. Керевник ТОВ Миранда, некий пан Новиков, підписав угоду, доручив виконание этих работ викладачу Киевского политеху, а также его студентам. Что они и сделали. Пан Новиков замислил эти деньги присвоить и ухилить себя в видоподаткувание. Таким образом, деньги, которые были выданы в ТОВ Миранда, были выведены через фиктивную фирму на счет в Эстонию. Нам кажется, что это попытка обратить внимание от того, что результаты декларирования не исследуются, которые идут за перечки и вытянут на публичность и натискнут на компанию, которая разработала систему, которая даже сейчас не эксплуатуется. По данным Генпрокуратуры, государственная казна недополучила налогов на миллион гривен. И в офисе компании, и в домах ее сотрудников на этой неделе провели обыски. А Юрию Новикову даже вручили подозрения. И вот сегодня суд избрал меру пресечения бывшему директору Миранды Юрию Новикову залог в виде почти миллиона гривен и личное обязательство.